Бесплатные вебинары для руководителей Эксперты по построению бизнеса расскажут Новые сценарии онлайн-продаж Современные возможности интернет-маркетинга Как продавать в соцсетях и мессенджерах Как контролировать сотрудников на удаленке И как организовать онлайн-офис Делайте бизнес прибыльным для себя И надежным для своего клиента Так, друзья, доброго дня Всех приветствую на вебинаре компании 1SBitrix Мы действительно говорим много полезного и интересного сегодня Не про все о том, что в анонсе было рассказано Сегодня говорим про маркетинг Меня зовут Михаил Беляев Я евангелист компании 1SBitrix, сервиса Bitrix24 Занимаюсь образовательным направлением внутри И сегодня мы с вами поговорим действительно про заявленную тему Про то, каким образом строить маркетинг в компании И что с этим маркетингом Ну, то есть с результатом этого маркетинга С трафиком следами Потом можно делать Поговорим мы, естественно, не только Я один буду рассуждать про это А мы позвали человека Который в маркетинге понимает намного больше, чем я Андрей, выходи, пожалуйста, в эфир Это Андрей Гавриков Человек, у которого огромное количество опыта в маркетинге есть А еще человек, у которого есть орден за маркетинг Сейчас мы Андрея поподробнее об этом расспросим Я не буду рассказывать, где ты работал Что ты основал Что ты про маркетинг сделал А вот про орден спойлер дал Поэтому теперь отвечай, пожалуйста, за что у тебя такой орден есть Слушай, ну это гильдия маркетологов раз в год Выбирает лучших специалистов по маркетингу По разным направлениям И в 2015 году мне повезло оказаться среди них И, кстати, вот с вторым тоже вашим постоянным спикером С Игорем Маном вместе Вот в одном потоке Мне было это очень приятно Потому что я сам учился по его книгам В далеком-далеком прошлом И тут вместе со своим первым Одним из первых наставников по маркетингу Оказаться орденоносцами было очень приятно Класс Хорошо Значит, смотрите, друзья Я надеюсь, что Андрея мы продавать начали Там все красиво Есть еще несколько слайдов для продажи Вот Мы организационно будем сейчас вот чем заниматься с вами У нас полтора часа Чуть меньше уже, да Там час двадцать восемь Но мы все успеем и уложимся Мы примерно на две части разобьем наш вебинар В первой части мы как раз поговорим про маркетинг И построение маркетинга внутри компании Какой он там бывает Что хорошо, что плохо Что правильно делать прямо сейчас На что ориентироваться Во второй части мы проговорим Что делать после того, как вы маркетинг выстроили И лиды к вам потекли Посмотрим, ну, с точки зрения CRM, наверное, системы больше Как обработать эти лиды Не растерять то, что мы приобрели ценно и хорошее Мы сегодня будем много говорить про сервис Bittrex24 Поэтому, если вы пришли с вопросом про Bittrex24 Милости просим в комментарии Чат у нас работает Задавайте вопрос сразу С нами вместе сегодня партнеры Которые работают в чате И если мы не успеваем подглянуть в чатик и ответить То коллеги все расскажут Агентство Домой партнеры Сегодня вместе с вами И компания Anik Это ребята, которые много работали с Bittrex24 Знают, как, что устроено внутри И многим клиентам помогли настроить у себя Либо CRM-систему, либо коммуникации Много-много всего Поэтому, пожалуйста, в чатик Все будет Вижу вопросы про запись классические Да, запись мы делаем Мы потом отдадим Специально ничего для этого делать не нужно Мы на ту же самую почту Все отправим Значит, с вопросами разобрались С таймингом разобрались Наверное, вопросы по ходу можно отправлять Мы с Андреем будем подсматривать А в конце оставим минут 5-7 на самые интересные вопросы Еще для того, чтобы это посмотреть Ну и, наверное, из организационных моментов Все, о чем нужно прямо сейчас сказать Андрей, оставляю тебя про маркетинг, слайды И интересный контент Хорошо Я начну даже не со слайдов Я вот начну с комментариев коллег Вот Дмитрий написал, что сейчас маркетинг меняется Старый опыт ни о чем Елена пишет, что старый опыт не очень хотелось бы новых приемов Обычно вот такие комментарии Я, собственно говоря, вижу от людей У которых, ну, ребята, извините, конечно Но не очень большой этот маркетинг я Я в маркетинге с 99-го года И вот, вы знаете, я много на что смотрелся Вот, ну, реально много на что смотрелся И те люди, которые в попытках Вот какого-то очередного кризиса Появления какого-то нового инструмента Пытаются найти какую-то волшебную таблетку Вот как все сейчас рванулись там срочно во ВКонтакте Потому что нельзя грамм закрыли Так не работает Маркетинг – это система Это выстроенный бизнес процесса Маркетинг – это стратегия Которую, да, надо корректировать под текущий реалий и так далее Но это в первую очередь система И попытка найти какие-то волшебные таблеточки Фишечки Которые прямо сейчас ваши решат проблемы Они не работают Все фишки, все это работает только с условием того Что вы начинаете встраивать это в полноценную систему маркетинга Если у вас нет понимания вашей целевой аудитории Ваших конкурентов Вашего рынка там и так далее Слушайте, ну вы можете замечательно совершенно настраивать ВКонтакте И никакого результата не получить Как в принципе сейчас у большинства компаний происходит Говорит, не работает этот канал А что нам сейчас делать? А вот что делать? Надо выстраивать полноценную систему Многоканальную Используя разные каналы Онлайн, оффлайн И нормально с этим работать Вот об этом, собственно говоря, мы с вами сегодня и поговорим Окей Значит, давайте я много про себя рассказывать не буду Кому надо, почитайте в интернете В маркетинг, как я сказал, уже с 99-го года Более 550 проектов Мое маркетинговое агентство Маркетинговая группа комплекта реализовала Последние лет 8-9 работаем в основном с B2B-компаниями Или с B2B-направлениями Розничных компаний всевозможных Все, собственно говоря, в этом ключе И второй мой бизнес, но не последний Это онлайн-академия маркетинга МАЕД Мы являемся партнерами Нидерландского института маркетинга И несмотря ни на что мы партнерами являемся до сих пор Готовим, сертифицируем специалистов По международным стандартам Трудоустраиваем в России И помогаем перебраться за рубеж Значит, вкратце хотелось бы вот рассказать Про этапы эволюции диджитал-маркетинга в компанию Как раз комментарии коллег были очень вовремя здесь сказаны Это вот про понимание вообще маркетинга в компании То есть как предприниматели, как бизнес это дело видят Значит, первая стадия, ничего не понятно Ну, то есть вот есть какой-то предприниматель И чаще всего ситуация такая, что бизнес как-то Ну, особенно в регионах это очень часто происходит Чаще всего вот есть какой-то предприниматель Он открыл свой автосалон, автосервис, ресторан, что-то еще И вот оно работает Ну, потому что вот так вот в городе как бы открылось какое-то новое заведение Набралась какая-то аудитория, и все нормально Ну вот, компания говорит Да мне ваши эти нельзя граммы, ВКонтакте Там, позиционирование УТП Я даже не знаю, что это такое Я слушать не хочу, все нормально работает В B2B-шных компаниях Это так называете, мы так называем это Сауна-маркетинг Когда там дядьки с разных компаний Ходят вместе пить алкоголь Сауны и договариваются там о том, как заключать договора То есть никакой маркетинг не нужен Дальше, значит Появляется поверхностное понимание Экосистемы вообще маркетинга Что есть такая штука И она все-таки нужна Потому что вот у кого-то из знакомых Оказалось, что пришел какой-то волшебный мальчик-девочка Что-то там сделали, запустили и повалили клиента к ним Вот Компания начинает бегать, искать волшебные таблеточки здесь Это тот самый период, когда там сайт может стоить там Не дороже 50 тысяч рублей Идет покупка всяких разных кликов Работают с какими-то небольшими агентствами Или частными специалистами Вот И Ну, оно происходит вот такой Идет, естественно, набор опыта Эффективность маркетинга здесь измеряется там кликами CTR Показатель отказов Верхний уровень Вот это вот вся история Дальше Компания наработала свой опыт уже определенный Спалила там миллиончик-другой рублей И вот здесь вот у меня печатка слайда Прошу прощения, предыдущая стадия была Значит, это та ситуация, когда в принципе Компания уже находится на достаточно мощном уровне И вот если бы большинство компаний на нем находилось То было бы для нас, как для маркетологов, как агентств просто замечательно То есть компания уже внутри имеет, скорее всего, какого-то специалиста Руководителя даже, может быть, направления Появляется свой маркетолог Компания уже начинает измерять эффективность работы своего маркетинга Лидами, звонками, конверсиями, действиями на сайте То есть для меня, как для маркетолога, конечно, это все, ну, ни о чем Это все равно среднеуровневые показатели Но у большинства компаний, ребят, к сожалению, и такого нет Большинство компаний это не могут пресчитать И поэтому, в принципе, когда компания приходит вот к такому маркетингу Я за них радуюсь Это уже хорошо, это уже круто Вот, ну и высшая степень, когда в компании все диджитализовано, оцифровано Все ясно, понятно В компании есть вот директор по маркетингу Есть специалисты под его руководством На сторонних подрядчиков мы только скидываем какую-то рутину Или какие-то такие вот технологические задачи Или какие-то внешние аудиты периодические И здесь мы уже измеряем эффективность нашего маркетинга как CLV Ну, если бизнес-модель подразумевает это, да, работа на CLV Для тех, кто не знает, это Customer Lifetime Value Пожизненная ценность клиента Это сколько нам клиент приносит денег за время его сотрудничества Если у вас бизнес с разовыми продажами Какими-то, не знаю, там То здесь, конечно же, мы опираемся на роме Return of Marketing Investments Возврат маркетинговых инвестиций Ну, это высший пилотаж И, ну, по моему опыту в каждой отрасли такое есть там, ну, даже не всегда у лидеров Да, там у каких-то, может быть, процентов, единиц компании это есть Такая штука Значит, тут и там Bittrex У меня вот уведомление пришло с нашего корпоративного Bittrex чатом Так, сейчас, секундочку Вот, и получается какая ситуация То есть вот собственники бизнеса такие О, нам нужен какой-то крутой мальчик-девочка Которые сейчас придут и начинают, начинают для нас все рулить Да, то есть придут, начнут все делать Все справятся, все сами изобретут И не надо напрягаться Вот, есть только проблема одна В том, что, ну, собственники, особенно на начальных стадиях Они не понимают вообще, что должен делать интернет-маркетолог Что должен делать директор по маркетингу И так далее, и так далее Вот, а еще у нас особенность Да, то есть если вот на Западе диджитал-маркетингом Стали заниматься именно маркетологи Коммерсанты И вот если вы там посмотрите их гуру маркетинга Это, ребята, ну, совершенно далекие от технологий Они с крутым предпринимательским умом Вот, и так далее У нас же начали этим заниматься айтишники Вот такие, как я Я специалист по информационной безопасности Которых, кстати, сейчас огромный нехват к стране Думаю, может переквалифицироваться Вот, и вот получился такой, знаете, аналог Ты же компьютерщиком Ну, ты же маркетолог Ты же можешь сайт сделать Ты же можешь SEO-шечку запустить Ты же таргетированную рекламку можешь сделать E-mail-рассылочку Поработать с блогерами и так далее Ну, я могу У меня уже за 20 лишних лет опыт Я через все это прошел Вот, вопрос, зачем И нафига это все делать И отсюда вот возникает Еще такой интересный момент Что по итогам 20-го года Вот в 21-м году сделали Ребята, собственно говоря Подборку очередной инструментов Есть, ребята, такие шифмати Которые выпускают Маркетинг-технологии Landscape Если вот в 11-м году было порядка 150 инструментов То сейчас их порядка 8 тысяч Ну, по итогам 21-го года Я думаю, они посчитают Там еще значительно больше Значит, и вот в этом всем Нужно разбираться Понятно, что ни один человек В здравом уме И не в здравом, наверное, тоже Не умеет руками это все делать Задача интернет-маркетолога И директора по маркетингу Рулить процессами То есть интернет-маркетолог Это специалист в первую очередь У которого есть подчинение Там пару человек в команде Не люблю слово подчинение Пару человек в команде Директор по диджитал-маркетингу Это уже все-таки профессиональный управленец Который руководит там командой 7, 8, 9, 10 человек Там как в Битриксе Не знаю, там несколько десятков Или в Skyeng Там человек 80 работает тоже В отделе маркетинга И удаленно успешно все это делает То есть это управление Да, то есть И вот если интернет-маркетолог На 25% занимается менеджментом Себя и вот своей вот этой Небольшой командой Двух трех человек-помощников А 75% времени Он все-таки ковыряется руками Настраивает что-то Тестирует, проверяет гипотезы И так далее А вот диджитал-директор Это все-таки человек Который, ну, в лучшем случае 75% времени занимается Стратегией-менеджментом И процентов 25% остается на инструмент Но открою секрет В крупных компаниях У него 140% Уходит на менеджмент И на стратегию На инструменты Ручками не остается ничего Значит Что делать? Да, то есть Вот что должен Нормальный адекватный маркетолог Там или директор по маркетингу В зависимости от размера компании Выстроить и сделать Вот первые Свои, собственно говоря, Недели присутствия в компании Он должен прийти Досконально разобраться Что это за бизнес Что это за компания Изучить текущий интернет-маркетинг Понять, что у них происходит Проанализировать конкурентов Сегментировать целевую аудиторию Проработать, усилить продукт Разработать пути клиента Разработать стратегию уже И тактический план Среднестатистический бизнес Среднестатистический На это у него уходит Порядка месяца С учетом того, что он Параллельно подхватил Работу предыдущего коллеги Если она была И он занимается еще Параллельно какой-то текучкой Если этой текучки нет То в принципе За полторы недельки За две Он в состоянии это сделал Если мы говорим Про огромный крупный бизнес У которого огромное количество направлений Это может занять И до нескольких месяцев Потому что каждое направление Каждый продукт Каждая цель в аудитории Это своя история совершенно Елена, для маленьких компаний Нужен свой маркетолог в штат Вот в конце Когда будут вопросы-ответы Поговорим Я расскажу Почему нужен штатный специалист А не агентство Почему это выгоднее будет вам Так вот Помня Основную задачу маркетинга Что маркетинг появляется там Где у нас есть так называемая Несовершенная конкуренция То есть мы начинаем Делать Создавать ценность То есть задача маркетолога Создавать ценность продукта То есть маркетинг только там Где есть дополнительная ценность Там, где вы продаете товар За какие-то бешеные скидки Ни о чем не думая Что типа вот Мы купили за рубль За рубль две копейки вам продаем Это не маркетинг Маркетинг это когда вы купили за рубль И продали за 10 Да, там классический пример Там все эти айфоны И прочие-прочие Разные замечательные продукты То есть даже вот не знаю Там вот этот китайский безделушка Xiaomi Да, там Для того, чтобы руки чем-то своим занимать Ну не знаю, сколько она там Рублей 500 что ли стоит 300 не знаю Ну по себестоимости она в Китае Сами вы понимаете Там рубля три Наверное не больше того Поэтому задача маркетологов Доносить вот эту ценность И чтобы эту ценность получить Клиент у нас должен пройти Через определенную стадию Да, так называемую Customer Journey Map Определенные стадии Определенные пути Причем, ну мы должны с вами четко понимать Что в зависимости от целевой аудитории В зависимости от продукта В зависимости от стадии рынка Конкурентов Вот этот самый путь клиента Он может быть совершенно разный Он может иметь огромное количество Ответвлений, своих нюансов и особенностей Вот на этом сейчас мы углубляться не будем Потому что это очень сложно будет И вот самое важное Что на каждой из этих стадий Мы должны с вами выбрать Те самые инструменты, да, вот про которые Вот мы с вами говорили, там 8 тысяч То есть на каждой из этих стадий Мы должны с каждого вектора Поднабрать себе инструментов И понять, что мы будем использовать Исходя из потребностей нашей целевой аудитории Исходя из наших целей И само собой бюджетов То есть задача тоже маркетолога Скомпоновать оптимальную систему Вашего маркетинга И для того, чтобы не запутаться И для того, чтобы это, знаете, не выглядело Как гадание вот на таком магическом шаре Есть определенный алгоритм, да, по которым Работают, ну, практически там все Адекватные нормальные маркетологи То есть что он делает? Он приходит в компанию И начинает разбираться в текущей бизнес-модели Да, то есть как функционирует бизнес сейчас Какая ситуация в отрасли Значит, смотрите Здесь есть большой подробный гриф Я не буду сейчас все это дело зачитывать Ребята из Bitrix вам дадут презентацию Вот, я рекомендую вам помедитировать Вообще над этим опросником Вот, и подвечать себе на разные вопросы А те вопросы, на которых у вас нет ответа Это повод задуматься А почему вы не знаете ответ на эти вопросы? Да, то есть это очень важная штука То есть вкратце, о чем здесь разговор Про вашу компанию Про то, с кем вы работаете В каких регионах Какие у вас цели, задачи, хотелки Описание вашей целевой аудитории Под разным углом Почему покупают у вас Почему покупают у конкурентов Как сделать так, что покупали чаще у вас не у них Какая информация о клиентах есть там и так далее И так далее Показатель для медиапланирования Средний чек Маржинальность Конверсии Перехода по каждому этапу Срок принятия решения от первого касания ABC, RFM анализы Там и прочее, прочее То, как изменяется целевая аудитория Во времени Как вы работаете с новыми клиентами Со старичками Как вы работаете И только потом Только потом Мы уже доходим до инструментов маркетинга Непосредственно Про CRM Про телефонию Про инструменты привлечения И здесь, смотрите, очень важный момент Когда вы нанимаете маркетолога в компанию И вот первое, что он начинает вас спрашивать Вот последние эти пункты Да, там А что там Какая у вас там конверсия в ВКонтакте, например Или что у вас там сёшкой и так далее Ну, ребят, сорян, это не маркетолог Это может быть хороший специалист по рекламе в интернете Но не маркетолог Маркетолог мыслит продуктом Маркетолог мыслит целевой аудиторией Маркетолог мыслит конкурентами Рынком Бизнес-показателями И исходя уже от этого Он декомпозирует Всё это дело до непосредственно инструмента Опять же, я ещё раз не хочу сказать Ни в коем случае, что там это Плохой какой-то человек он пришёл Это может быть классный специалист Он нужен в команде Но это не маркетолог Дальше Формируем цели Значит, ну В таком идеальном правильном мире Для того, чтобы сформировать цели Вообще нашего всея маркетинга Нам нужно сделать так называемый Пест-анализ Проанализировать внешнюю среду Особенно сейчас Это мега Как актуально для России После этого мы должны сформировать Свод-анализ Сильный, слабый Сторон возможностей Угрозы На основе Обычно здесь всё заканчивается у всех Все нарисовали красивых Вот этих четыре блока Закончили и всё Но, блин, ребят Это не до конца технология К сожалению, всякие разные Гуру инфобизнеса Инфомаркетинга Испохабили тоже классические Традиционные инструменты Так вот, после того, как вы заполнили Свод-анализ Вы должны разработать Матрицу конфронтации Должны выявить ключевую проблему Выработать ключевую стратегию По достижению Там, да Там и дополнительные списки задач По остальным четырём векторам Вот, почитайте, пожалуйста В интернете Матрица конфронтации А потом наступает ещё Интересный один урок Скажем так Интересная задача для маркетолога Он простраивает маркетинговую стратегию На трёх уровнях На уровнях коммуникации С целевой аудиторией То есть то, что мы отдаём рынку Там, стратегии позиционирования Всевозможные раз и так далее На уровне развития бизнеса То есть как бизнес будет развиваться За счёт чего он будет зарабатывать деньги Какие стратегии там будут использоваться И третий уровень Это уровень конкурентных То есть как мы будем взаимодействовать С конкурентами То есть и вот на каждом из этих уровней Есть свои подходы и свои стратегии И вот когда он определился уже с этим Он начинает формировать конкретно цели Под каждую из этих стратегий Под каждой из этих уровней И расписывается Всё это дело как положено По смарту Конкретные цели Конкретные задачи В конкретный период Реальные, достижимые И так далее И дальше уже исходя из этих целей Уже будут декомпозироваться Конкретные задачи Ну вот, например, есть задача у компании Это вот реальный кейс У вас перед глазами сократить Время на обслуживание текущих клиентов Четырёх часов в месяц на клиента До тридцати минут Клиенты привыкли делать заказы Битубишные По звоночку Да, они набирают в колл-центр свой И говорят Ой, там Леночка Отгрузи нам вот этого столько-то Вот этого столько-то Вот этого вот столько-то Леночка всё это сама ручками забивает в систему Присылает Excel Клиент смотрит Они это дело согласовывают Отправляют и загружают Понятно, что даже вот там На момент этого кейса Когда мы делали там В каком-то 15-м году Ну, гораздо можно было Удобнее автоматизированием Всё это сделать Значит, что мы должны сделать? Да, мы должны сделать Интернет-систему для партнеров Для дилеров С личными кабинетами С проверками складских остатков С заказом С формированием документов И прочей-прочей всей этой истории И обучить их И внедрить И объяснить, почему им это важно То есть, вот исходя из каждой хотелки Из каждой цели задачи Мы уже формируем список действий Все пишут Да, да Так, а мало того ещё Что криво Кривые руки Запоролены У кого-то не запоролены У кого-то там приходит такой Что ой-ой-ой Мама, не горюй Дальше Сегментация целевой аудитории Вот здесь Мы должны чётко выделить Мало того, что те сегменты С которыми мы работаем С этим, ну, чаще всего всем Более-менее как-то примерно понятно Ещё важный момент У нас должен быть выписан список Компаний, с кем мы не работаем Прямо чётко Конкретно Вот когда в отдел продаж Поступает заявка То есть там звоночек Оп, это не наш клиент Сразу Всё, не тратим время Да, то есть Не работаем с ними Мы в своё время Там В первые несколько лет Существования нашего агентства В году 2011 Когда начали активно заниматься Своим контент-маркетингом Пиаром и так далее Устали отбиваться От владельцев интернет-магазинов Интернет-стартапов Потому что мы Не могли им помочь Да, потому что Ребята без денег Без понимания маркетинга Бизнеса Того, как это должно быть Они были в поисках волшебной таблетки Вот И как бы мы там это не объясняли Как бы мы не пытались Там с ними поработать Ничего не получается Поэтому мы в итоге Прямо стали писать У нас на сайте Что мы не работаем С такими-такими сегментами Потом мы Сделали по-другому Более умно Мы написали С кем мы работаем Только с кем мы работаем Если вы это и это То обращайтесь к нам Чтобы ну вдруг Никого не обидеть Это у нас люди Некоторые ранимые Дальше Мы должны просегментировать Нашу текущую Клиентскую базу Которая есть И понять те сегменты Которые нам наиболее Интересны и выгодны И разработать Типового персонажа Для каждого сегмента Если у вас там Новый бизнес Если вы там У вас нет данных По Вашей целевой аудитории Понимания Там есть десятки инструментов Которые помогают Все это дело собрать Систематизировать Обогатить данные Там и так далее Значит Должны разработать Вот этот вот Собирательный образ Типового персонажа Некоторые называют Это аватар клиента Там по всякому такому Но вот мы собираем Собираем портрет Нашего идеального клиента Дальше Наша задача Найти каналы С целевой аудиторией Да То есть Под клиентом Образ собрали Мы должны там Понять Что там сделать С его продуктом С УТПшечкой Прокачать всю эту историю Тоже А дальше мы должны понять А где мы будем их искать И здесь вот Мы сталкиваемся Опять же С тем самым Огромным количеством В виде 8000 инструментов Возможностей Которые позволят Нам привлечь клиентов Ну вот Ну Шутка Грустная конечно Но в последнее время У нас Количество инструментов Сильно сократилось Вот И С одной стороны Нам как маркетологам Который занимается Вот Тем же литгеном Должно было бы быть Полегче наверное Вот С другой стороны Легче не стало Потому что Те инструменты Которые остались Они не работают Так эффективно Как хотелось бы И как работали предыдущие Вот Поэтому Сейчас Опять же Активно Ну давайте уж Раскоснулся Эта тема Сейчас Активно Прямо вот Супер-купер Что работает Это Яндекс.Директ Он обрел Прямо второе рождение Вот Сео-продвижение Компании Прямо рванули Срочно заниматься Сеошкой Почему Да потому что Собственно говоря Гугл-то Никто не заблокировал Поисковую систему Вот А это там Почти половина Трафика Поискового Которого есть И те компании Вот у меня есть знакомые Которые оказались Ну были в топе По своей тематике В Гугле И когда там Отключилась вся реклама Понятно что Трафик Обрезался Вот Но тот Который к ним рванул Как бы они В шоколаде Сейчас совершенно Поэтому Сеошка Обрела вторую жизнь Я как Старый Сеошник Я с 2004 года По 2011 Ручками Сайты сам Оптимизировал Продвигал Я прямо рад Этому Справедливость Восторжествовала Следующий Директ Сеошка И вот Два больших Направления С которыми Сейчас работают Все маркетологи Нормальные Ну в моем окружении По крайней мере Это партнерский Маркетинг То есть у нас Даже есть там Закрытый чатик В телеге Там тысячу Двести Тысячу Триста Директоров По маркетингу Маркетологов Пиарщиков От крупных И уже не очень брендов Со всей России Которые договариваются В совместных Разных коллаборациях Там и так далее Потому что базы Остались Подписные базы Есть базы В нельзя грамме Нельзя буке И так далее И надо что-то С этим делать И следующее направление С которым По крайней мере Сто процентов Может помочь Самбитрикс Это направление По работе С текущей клиентской базе Вот Это супер Пупер важное направление И опять же Вот в моем окружении Есть несколько компаний Которые перестроили Создали специальные отделы Даже продаж Колл-центры И с них Они получают То, что им Не хватало Сейчас я ссылочку Давайте сброшу Это чатик Один момент Раз уж спросили Чат делали не мы Но Ребята Приглашают туда Всех представителей Брендов Доступ к файлу Уже не дают Без авторизации Так, держите Вот Ссылочка на этот чатик Окей Поэтому наша задача Что сделать? Наша задача Как Маркетологов Собрать Да, Елена, пожалуйста Собрать Собрать Тот самый набор инструментов Который поможет Да, там То есть С точки зрения Там Сеошки Мы должны собрать Все поисковые запросы Которые есть Посмотреть По которым мы видны По которым мы не видны Спрогнозировать Насколько мы можем вырасти Спрогнозировать По контекстной рекламе Понять В каких каналах Сейчас мы можем Быть представлены То есть Вот здесь Идет Как раз Таки Задача С Непосредственной Подбором Того самого Маркетинг Микса Вы не забывайте Что тут есть О, Казахстан Ну, Салем Малим Ну, как бы, да Используйте Фейсбук И Инстаграм На благо Свою Ой Запрещенные в России Прошу прощения Вынуждены сказать Эту бредовую фразу Чтобы организаторов Проблем не было никаких Окей Значит, дальше Что мы делаем Дальше мы начинаем Анализировать конкурентов Для того, чтобы понять А чего делают они Да, понять Как у них там УТП Позиционирование И прочее, прочее Смотрите У меня здесь есть Чек-лист У меня есть подробные методички У меня даже есть Бесплатный Там Мастер-класс Часа на полтора Я не буду сейчас Это все дело зачитывать Здесь огромное количество Пунктов И инструментов И часть из этих инструментов В России сейчас не работает А вот в Казахстане Работает совершенно замечательно Вот В конце Самом Я дам просто ссылку На свой индиаграмм Там по профилю Можно будет скачать Кучу всякого полезного Вот Такая штука Дальше мы разбираемся С продуктом С нашим Еще раз простраиваем УТПшку по конкурентам Я сюда эти слайды Забыл добавить Давайте вкратце Быстро расскажу Давайте какую-нибудь самую Простую Технику дам Технику по формированию Например УТПшечки Есть разные Всякие у нас Заходы Что можно использовать Есть вообще Там порядка В принципе 15 векторов В которых можно копать Искать какие-то уникальности Особенности Вашего продукта И прорабатывать Вот Но это достаточно долго Сложено Поэтому давайте Я вам дам Такую технику Которая называется ХПВ Сейчас я запишу Характеристика Преимущество Батарейка 5000 мА Преимущество Может работать Два дня Без зарядки Выгода Вам не нужно Таскать с собой Powerbank И зарядное устройство Все Да То есть И здесь Та же самая история То есть Это самая простая техника Которая есть Вы можете брать Прямо вот Характеристики Вашего продукта И переводить их На язык Выгод для клиента Для базы Это хватает Вполне всегда Дальше Проводим аудит Текущего маркетинга То есть Понять с точки зрения Технического И сеошки Насколько сайт У вас хорошо подготовлен Если у вас нет Бэкграунда Сеошного За плечами То это отдается На аутсор Само собой Находите человека Который там За там 500, 700, 800 тысяч Долларов В зависимости от Размера Сложности вашего проекта Все эти аудиты сделают Аудит Юзабилити Аудит Настройки Веб-аналитики Аудит Качество заявок Поступающих с интернета Это уже все Что сам в состоянии Сделать любой Нормальный маркетолог Не привлекая Каких-то сторонних Специалистов Проводим Разбираемся С тем Что есть И дальше Мы с вами Начинаем Все это дело Сводить В единое Значит Что у нас есть Напоминаю У нас есть Данные о компании Бриф То есть Маркетолог пришел Собрался данные Проанализировал Он сформировал цели У нас есть цели Он разобрался с целевой аудиторией С тем С кем мы не работаем Он проанализировал Конкурентов Он понял Что делают они Он нашел Возможные точки контакта Где мы клиентов Можем в интернете Наших найти Исходя из того Что рассказывают Конкуренты про себя И так далее Про свой продукт Мы делаем отстройку Мы прорабатываем Наше УТП Позиционирование Для того Чтобы доносить это В канал И мы понимаем Какие у нас есть Сейчас ошибки И сложности Непосредственно В нашем маркетинг В нашем пути клиента И что нужно дорабатывать И вот собрав уже Все эти данные Маркетолог Начинает Разрабатывать Путь клиента Непосредственно Вот тот самый Путь клиента По разным стадиям Разные инструменты Подбирать И уже разрабатывать Дальше все необходимые документы То есть здесь Важный момент Я хочу чтобы вы Просто в голове понимали Что под каждый Сегмент целевой аудитории Будет скорее всего Свой путь клиента Потихонечку отличается То есть Сроничный клиент По одному Оптовые клиенты По другому Клиенты с таким-то человеком Хотят к себе Такого отношения Клиенты с таким-то человеком Хотят к себе Другого отношения И это очень важный момент Это все нужно выстраивать Дальше Мы разрабатываем Стратегию Да То есть Что Такой стратегия Вообще Вот Стратегия Это Что делаем Да То есть Вот стратегия Она может быть вообще Оформлена там На одном источке Да То есть Что мы делаем Вот У нас есть проблема С дилерами Дилеры нас обманывают Продают не ту продукцию Поэтому нам нужно Выстроить Систему контроля Дилеров Каким-то образом Прослушивать их Телефонные звонки Проверять заявки Там Примировать более эффективных Там и так далее То есть Вот стратегия Нам нужно разработать Такую систему А тактика Как это сделать То есть Это уже Конкретные шаги И опять же Вот у многих людей Особенно У ребят Которые не очень опытные В маркетинге В бизнесе И так далее Они путают Постоянно Стратегию И тактику Стратегию И тактику Вот Без стратегии Не бывает Качественной тактики Да То есть Вот как Говорил Китайский полководец Да Там Что Битва Без стратегии Как бы Да Это вот Суета сплошная Да Там чистая тактика То есть А со стратегией Рано или поздно Ты все равно победишь Так Вопрос быстро От Михаила Насколько я понял Маркетинг Это лобами Презиснования Бренд Или продуктов Общинация Рассуна Реклама Делать их Как на эти точки Роста Аудитами Нет Михаил Смотрите Маркетинг Это вообще Полностью Вся система Донесения ценностей До клиента Полностью Работа с целью Аудиторией Работа с продуктом С конкурентами С каналами Привлечения Продвижения И я для России Скажу очень Крамольную вещь В американской Иерархии Продажи Идут под маркетингом То есть Продажами Роководят Маркетологи Но у нас в стране Так не получилось В силу Своих особенностей Тоже этапа развития Рынка Но это так происходит Оптимизация Расходов На Точке роста Находится у нас Проверка гипотез То есть Есть такой маркетинговый Подход Который называется Гроус хакинг Маркетинг Когда мы уже Сформировали вот эту Систему, про которую я сейчас рассказываю И вы вот на каждом Из этих стыков Начинаете непосредственно Проверять гипотезы Да там А что если мы сейчас Предложим вот такое УТП А что если мы сейчас Скажем клиенту Заполнять там форму Не на 5 полей А там на 7 полей Или на 2 поля всего лишь А что если мы Вот сделаем так То есть Это формируется Постоянный список гипотез И проверок их Да То есть вот Рекомендую Если это интересно Почитайте про Гроус хакинг Это вот история Которая сейчас В кризисе Собственно говоря И работает по большому счету Надо быстро и активно Реагировать на поступающие Изменения в рынке Окей Значит Сделали стратегию Разработали Тактический план работ Соответственно Что мы там По каждому направлению По инструментам Все это дело будем делать Сделали прогнозы Эконометрические модели По там Нейтральному сценарию По позитивному сценарию По негативному сценарию Все эту историю сделали Разрабатываем Медиаплан Уже поканальный Там по месяцам Учитывая коэффициенты Сезонности Вот это тоже Опять же У неопытных маркетологов Чтенько такое бывает Они про это забыли Они сформировали Равноценный маркетинговый бюджет На весь год А у компании Условно говоря Там есть несколько месяцев Когда ну не работает Ничего Там клиенты не покупают Там полностью Завершать коммуникацию Не стоит То есть нужно ввести Трафик какой-нибудь Образовательный Подогревающий Там и так далее Но не продающий А бюджеты на Перформанс Маркетинг Надо перераспределять То есть это вот тоже Такая частая ошибочка Которая встречается Дальше Планирование Вот это тоже Очень важный момент Мы должны разработать Календарный план работы Я здесь вот Держу уже Пятый год Этот скриншот В семнадцатом Годом в начале Даже уже наверное не пятый Уже наверное шестой Потому что это в шестнадцатом А нет в семнадцатом Все-таки С этим клиентом работали Здесь вот есть Очень важный пункт Номер один Маркетолог в штат Вот например Мы в своем агентстве Мы не работаем с компаниями У которых нет в штате Маркетологов Почему? Потому что Начинается полностью бардак Абсолютно полный бардак Нет ответственного человека Перекидывается Обязательство Появляется Сто пятьдесят Стейкхолдеров С которыми Всеми надо пообщаться Между собой Надо там их как Подружить Помирить Выявить критерии Нет Сорян Это не задача агентства Это задача Внутреннего Маркетолога Специалиста Поэтому вот те клиенты Которые приходят к нам И говорят Что Слушайте Мы хотим с вами работать Мы нормальный Средний Крупный бизнес Но у нас там Маркетолога Почему-то нет Мы помогаем С поиском Маркетолога То есть Вот это Обязательный момент Я Уж знаете Простите меня Пожалуй За такую метафору Но Это я Матрица 4 Наконец-таки Посмотрел Пару недель назад Это вот Маркетолог Со стороны Клиентского Проекта Это знаете Как интерфейс К которому Подключается Агентство И это может Эффективно работать Когда этого Интерфейса нет Ничего хорошего Не возникнет Это плохо Дальше Соответственно Вот эти все задачи У нас разбиваются По ответственным Все это дело У нас должно быть Еще опять же Вот с каким нюансом Происходить Никогда Внешним подрядчикам Да в принципе И внутренним тоже Если вы руководите От дела Не надо называть Прямо вот Реальный-реальный Дедлайн То есть Если вот сейчас У нас там Не знаю Там 17 мая Вам нужен лендинг Допустим 1 августа Не говорить Что дедлайн 1 августа Да Там скажите Что там Дедлайн Там 1 июля условно Потому что Будет кучи косяков Там ваш лендинг Начнут делать Там за 2 недели Там за 2 дня За 3 дня До того как надо Его сдать Это будет бардак Вот так не происходит Поэтому всегда Мы должны иметь Время в нахлёсте Определенное Вот И мотивация Да То есть Должно быть выстроено Две системы мотивации В компании В отделе маркетинга То есть Первые Условно Тех которых я называю Менеджеры Это те люди Которые отвечают За какой-то конкретный процесс Или за какую-то Большую линейку Действию в каком-то процессе Их ценность на конечный продукт Напрямую привязана К коммерческим целям Компании Вот например Таргетолог Он должен получать Деньги за те лиды Которые там он привёл Сам маркетолог Там директор по маркетингу Он должен получать деньги От того оборота Который в компанию Он привёл Привёл Организовал То есть Должна быть окладная часть Должна быть часть За так называемый ОКР Задачи которые Стратегические Которые человек должен сделать Например Внедвить там Систему сквозной аналитики И там это он делает На протяжении там Полугода-года Ежемесячно получает Какой-то дополнительный бонус Вот И KPI Да там KPI За те деньги Которые привлечены Есть специалисты Да то есть Это люди которые Не влияют Они конечно же Влияют на прибыль компании Но посчитать это очень сложно Ну например Копирайтеры Дизайнеры Разработчики Как бы Они работают конкретно За определённый объём работы И получают деньги Дальше Наши замечательные задачки Мы переносим В Таск-менеджер И начинаем Уже с этим всем Замечательно работать У нас дальше Начинается Рутина Да то есть Начинается Разработка Посадочных страниц Работа с аналитикой Работа с рекламными каналами С контентом И так далее И так далее Мы периодически Пересматриваем то Что у нас есть Стратегия Мы постоянно формируем Какие-то новые Гипотезы Новые проверки Смотрим что из этого Сработало Что из этого Не сработало И соответственно Движемся дальше Так Сейчас Михаил скажет Что у нас в Директ Очень хорошо себя показывает Будет ли он хорошо себя показывать Для набора посетителей На ивента Какая стоимость Влечения нового посетителей Примерно какой должен быть бюджет Чтобы набрать 100 человек Примера Михаил смотрите На ивенты Директ не особо круто работает Вот такая груз-печаль На ивенты до сих пор Неплохо работают Посевы в Телеге В том же самом Нельзя грамме Уже дешевле это стоит К сожалению К сожалению Такая грусть Вконтакте Показывает себя не очень В этом плане Вот То есть опять же Это партнерские Разные коллаборации То есть мы сейчас За счет партнерства Эту историю вытягиваем Так О Иванова Андрей кстати Обратился по комплекту Хотел работать с вами Менеджеры просто забыли про меня Могу подробнее рассказать Если Напишите личку Да с удовольствием Конечно интересно Только вот непонятно Как тут Написать вам в личку Я давайте Свои контакты Социальные сети Нам потом Мы черканемся Тогда поговорим Окей Значит дальше Важный момент Ключевой Знаете такой инсайт К которому я пришел Для себя Вот последние Не знаю Лет 5-6 назад Что в маркетинге Рулит не маркетинг А в маркетинге Рулит менеджмент Объясню что это значит То есть Многие делают ставку На какого-то такого Еще раз Магического мальчика Девочку Который круто разбирается В технологиях инструментов Ага Ольга Все супер Спасибо Я вам сейчас напишу Вот Делают ставку На таких вот ребят И Зачастую Это ребята К сожалению Раздолбая Ну уж я вынужден Знаете Подтвердить ту историю Что Очень много людей В диджитале В IT в целом Да и так далее Ну раздолбая Ну просто раздолбая Неответственные Такие люди Которые зависят От своего настроения От каких-то внешних факторов И поэтому На мой взгляд В команду Лучше брать человека Который там По 10-бальной шкале Маркетологом Будет там На 5 баллов Вот Но на 8 баллов Он будет классным менеджером Нежели наоборот Потому что Человек Который умеет Управлять собой Умеет управлять Другими людьми Он в состоянии Изучить инструменты Разобраться Да Там контролировать процесс Человек Который не в состоянии Управлять собой Это человек Ну это как знаете Бомба замедленного действия То есть На него нельзя положиться Бизнес Не может расти И да Если компании Есть деньги Есть возможности Есть вот команда Таких вот стабильных ребят Какую-то звезду Брать можно Которая будет генерить Какие-то идеи Какие-то прорывные штуки делать Но если у вас Ограниченный бюджет То надо строить систему А не надо искать Какую-то волшебную звездочку Которая придет Там ярко засветит И все будет хорошо Я думаю Некоторые из вас Сталкивались С такими звездами В маркетинге В частности В продажах Такое часто бывает Когда приходит Какой-нибудь продавец Который там просто Всех рвет Непонятно почему Но вот у него так получается И все расслабляются Говорят О, нормально Серега продаст Можно не напрягаться Это опасная позиция Это очень опасная позиция И нестабильная Вот Поэтому Должна быть выстроена Система контроля Планирования Ежегодная планерка Где-нибудь В конце октября Ну до конца ноября Короче В ноябре Это все дело спланировать На следующий год Дальше Ну как мы с вами понимаем Мы не можем Все сплоконизировать Когда происходят Всякие разные события Мы должны Пересматривать Наш план и стратегию Это кстати тоже Забавный момент Четыре типа реакции Как люди начали вести Вот на эту Кризисную ситуацию Категория Одна предприниматель Руководитель в маркетинге Ничего не изменил Скал у нас есть стратегия Мы работаем дальше по ней Другая категория Ребят Все заморозилось Сказал О нет ничего не понятно Будем ждать Когда что-то будет понятно Ну и Как мы с вами видим До сих пор ничего не понятно И непонятно что будет дальше Они свой бизнес заморозили Чуть ли не угробили Третья категория Ищут какие-то волшебные таблетки Фишки там и так далее Бессистемно все дело предпринимают И четвертая категория Это ребята Которые на чиле На расслабоне Но занимаются Гроус хакинг маркетингом То есть у них есть План гипотез Проверок Который они выполняют Там еженедельно Смотрят что сработало Что не сработало И движутся дальше Ну вот И вот четвертый вариант Это наиболее правильный На мой взгляд Окей Значит Ежеквартальные планерки Что за прошедший квартал Сделали мы Что делаем в будущем Общими мазками Ежемесячная планерка То же самое про месяц Самое важное Еженедельное Вот это самое По Итерации Конкретно прошедшей недели Мы проверяем Что у нас сделано было Что не сделано Вот за этот спринт недельный Раньше могу сказать так Что вот у нас в маркетинге Были спринты двухнедельные Сейчас они недельные В текущей ситуации Да То есть времени там Две недельки Развлекаться особо-то и нет Никого Вот Ну и ежедневные летучки Статусы Да там Мотивирующие И фокусирующие На задачах Да там С утра или с вечера У кого как Рассказать Что было сделано За предыдущий день Что планируется Сделать дальше Такая история Если это Битубишные проекты Есть еще Ежедневные там Пятиминутки Летучки Вечером С отделом продаж Когда обсуждаются Те лиды Которые поступили Качество этих лидов Что за клиенты Откуда пришли Как пришли Там и так далее Вот В общем С одной стороны Это выглядит Все занудно Вот Но С другой стороны По другому Нормально это работать Не будет Да То есть Вот есть Очень хорошая Фраза Нормально делай Нормально будет И К сожалению Так И только так По другому Не полетит Не бывает Ни каких волшебных таблеток Бывает Совпадение Случайности Я это не отрицаю Всякое бывает В жизни Вот Но если вы хотите Построить системный бизнес Который можно масштабировать Вот То Ребята Надо к этому подходить Достаточно серьезно Окей Давайте я сейчас Наверное отвечу на ваши вопросы Прежде чем передавать слово Михаилу Вот Мои запрещенные И пока еще Не очень социальные сети Тоже переходитесь Подписывайтесь Кому где удобно То есть тоже Можно будет задавать Всякие разные Опа Не до конца Пропечатался вконтакте У второй верной ссылка Вот Можно задавать Всякие разные вопросы Я на них с удовольствием Буду отвечать Так Ага И тележка Ну а для тех Кто вдруг Кому-то нужны еще Наши полезняшки Тоже вот смотрите Вам пришлют презентацию Есть чек-лист По разработке стратегии Интернет-маркетинга Который мы в свое время В комплете сделали Большой и подробный И Те кто там Планирует у нас Поучиться в МАИДе Пожалуйста Дополнительный промокод 5% По моей фамилии Как-то так Давайте тогда Отвечу на вопросы Миш Координируй Как тут правильнее поступать Координатор Хорошо Друзья Давайте у нас есть Немножко времени Для того Чтобы взять вопросы Я начну с такого Который мелькал По-моему пару раз в чате Ты рассказал Про такую пирамиду Прямо сверху вниз Стратегия Потом тактика И потом конкретные инструменты И оптимизация Внутри этих инструментов От размера компании Эта система зависит В компании Там 5 человек Не знаю От наоборот Можно зависеть Не зависит Я сейчас кину кейс Сейчас я кину кейс Для музыкальной школы Причем это музыкальная школа Из одного музыканта Экспериментальный Вот Это мой партнер По бизнесу Сделал Для своей учительницы Вот по такому же подходу Собственно говоря Продвижение Разработал и стратегию По этой пирамиде Все прошли и сделали Кейс древний Там ему уже 7 лет Вот Но оно все работало тогда И работает сейчас Вот ссылочка Так Вот кейс можно почитать Хорошо Значит и там Все точно так же Один человек Так же строит стратегию Так же идет глубже В нее Да Ну понятно что Там вы посмотрите Как бы там все это попроще С точки зрения инструментов Но логика вся та же Она не меняется Компания Продукт Целевая аудитория Конкуренты Рынок УТП Позиционирование Каналы продвижения То есть В силу ограничения бюджетов Ограничение аудитории Там Оно все понятно Ужимается вот таким образом А давай я немножко Переформулирую Когда это целесообразно То есть может быть Есть бизнес Который может Без стратегии Слушай Ну Стратегия то есть В любом случае Вот даже мы с тобой Знаешь Возьмем сейчас Просто безумно Популярную тему У нас просто Огромное количество Там ребят Чуть ли не по тысяче Человек учатся На торговле На маркетплейсах И вот там кажется Что Ну какая там Стратегия Это в этих маркетплейсах Ого-го А там еще какая стратегия То есть ты же должен понимать Какой продукт найти Где его найти Как его грамотно упаковать Под каким брендом Его своим Не своим там продавать Заносить То есть стратегия нужна Всегда везде То есть ты должен понимать Что ты будешь делать Бывают случаи Конечно же Знаешь Когда Ну примеры Когда не нужна Никакая стратегия Там сразу голая тактика Вот Был кейс замечательный Когда продали Испанскую виллу Ребята из агентства Там за 20 миллионов евро В нельзя буки В свое время То есть Ну там ничего не изобретали То есть Сделали лендинг Загрузили красивые фоточки Видео Старгетировались И запустили рекламу Все То есть как бы Ну это такая вот Чистая тактика Под один канал Под один инструмент Такое тоже бывает Почему бы нет Ну хорошо Значит Разный размер компании Я все кручусь Вокруг этой темы Мне кажется Ну нужно еще немножко уточнить Когда нужен маркетолог Когда нужен директор По маркетингу Есть ли такая градация Кого брать вообще Ну да Давайте так И в какой момент Вот тут тоже был вопрос Да Вот смотрите Ну в идеальном мире Он нужен с самого начала В идеальном мире Не в идеальном мире Когда компания Начинает упираться В масштабирование Вот она росла 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 Бац Все И вот Уже там Мы продавцов поменяли И продукт что-то Ну не растет она Да То есть здесь уже Происходит такая ситуация Вот По поводу того Кто нужен Ну смотри Для небольшого бизнеса В штате нужно В принципе два человека Это перформанс маркетолог Там или трафик менеджер Как его по-разному называют Да Там 85-90% случаев Это будет мальчик Который будет заниматься Таргетом Контекстом Там И взаимодействовать С подрядчиком По SEO Скорее всего Там Допиливать лендинг пейдж Там работать с аналитикой То есть это вот такой Мастер на все руки по трафику И второй человек Это контент-маркетолог 90% случаев Это девочка Которая работает С социальными сетями С email-рассылками С блогами Там и так далее Вот в принципе Если в штате Есть два этих человека То они закрывают На этом уровне развития Небольшого бизнеса Все это гораздо более эффективно Нежели агентство Потому что Если мы возьмем По московским зарплатам Эти ребята будут стоить Что-то в районе Где-нибудь Ну там На двоих 1130 150 Условно Плюс-минус Плюс какие-то Может быть там Небольшие рекламные Еще бюджеты на них Там условно говоря Там еще там 1050 Там 100 Вот Если же платить В агентство Те же 150 тысяч Их фото То мы понимаем Агентский коэффициент Мы делим это В среднем Где-то на 5 И мы получаем Что из 150 тысяч рублей Которые будут идти в агентство Только 30 тысяч рублей Будут доходить Непосредственно До специалистов Остальные деньги Это налоги Зарплаты Аренда Там и так далее И так далее Поэтому я всегда говорю Что если у вас малый бизнес Блин Берите людей в штат Ну вот Этот человек Он будет работать 8 часов в день С утра до вечера На вас Не так эффективно Как специалистов Агентства Ну 100% Но он будет сфокусирован На вашем проекте постоянно Здесь такая вот история Ну вот как раз уточняют Как такого человека проверить Я руководитель Начал бизнес Не понимаю В маркетинге Настолько глубоко Как я могу проверить Специалист адекватный Или нет Смотрите А тут даже прикол в том Что он может оказаться Адекватным А конкретно в рамках Вашего проекта Что-то не полетит Это огромная лотерея Значит Как можно понять Ну во-первых Я вот рекомендую Собственникам бизнеса Все-таки самим Немножечко изучать маркетинг И разбираться Хотя бы на верхнем уровне Чтобы вам лапшу не вешали Это раз Второе Есть HR специалисты Которые заточены Именно под маркетологов Тоже Если у вас нет знакомых Каких-то ребят Среди маркетинга Которые могут Поприсутствовать На собеседовании Позадавать вопросы Посмотреть там Адекватный человек или нет То ну да Надо обращаться К таким HR специалистам Которые за вас это сделают Но и опять же К сожалению ребят Нет 100% гарантии Вот просто нет Ее 100% гарантии Что вы взяли человека И все полетело Да То есть вот Здесь надо принять Как факт К сожалению Что это такая позиция Достаточно расстрелянная Я бы сказал в компании Вот Потому что Маркетолог может выйти И вот Его опыт будет нерелевантен Тому что нужно Конкретно для вашей компании Хотя на первый взгляд Казалось что все ок И грусть То есть вот По моей статистике Субъективные люди Которые впервые Начинают Брать себя Маркетолога в штат Где-то на третьем Маркетологе Только понимают Кто им нужен И берут уже Нормального человека То есть на первом Они Такие с горящими глазами Берут там Условно первого Попавшегося Там обжигаются Через 2-3 месяца Четыре расстаются Потом берут второго уже более осознанно Третий Четвертый уже прямо Как надо По-взрослому Такая перспектива Ну хорошо На опыте Коллеги пишут в чате Про 150 тысяч Для старта бизнеса Что это действительно Серьезная сумма И если вы правда Начинаете Бюджетов нет То сумма серьезная А я хочу склеить этот вопрос Комментарий С несколькими другими Про обучение Просят рассказать Чуть подробнее Про обучение Давай мы там С вопросами будем Чуть закругляться И вот скажи Собственник Который должен понимать В маркетинге Вот какие азы Где ему эти азы взять Чтобы он потом Нормально управлял Там брал человека Ставил ему задачи адекватные Ну смотрите У нас Есть антикризисная программа Мы открыли бесплатный курс Это вот сейчас не нативная реклама Миша не в курсе Про это я вот вам клин Я кстати не сговариваю Чтобы вы не подумали Что сейчас здесь Мы вам на уши что-то кидаем Вот мы открыли бесплатный Доступ к курсу По маркетингу Для предпринимателей Когда вот началась Вся вот эта вот Непонятная мягко скажем Ситуация Давайте я вам сейчас Брошу ссылочку Вот для собственников Этого хватит вполне себе Так сейчас Один 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 момент Я быстро ищу Пока Андрей бросает ссылочку Там спрашивали про KPI Для директора по маркетингу Андрей отвечал чуть раньше Что там есть часть окладная Часть ЭКОР По стратегическим задачам И часть KPI Которая привязана К целям бизнеса Да Ну и смотрите По зарплате Если мы говорим Про директора по маркетингу Вот если в Москве Я сейчас говорю про Москву И регионы Они в принципе Уже начинают выравниваться Спасибо ковиду Потому что Классных специалистов С регионов Уже тоже берут Во все компании Полным ходом Значит смотрите Если это вот Джуниор директор по маркетингу То есть это бывший Интернет маркетолог И вот он только-только Дорос до этой позиции То это в районе 150 тысяч рублей Плюс бонуса Вот То есть это на круг Будет выходить Что-нибудь там 200-220 где-то Вот Если мы говорим Про директора по маркетингу Которого уже есть опыт Там хотя бы года три Релевантного Хорошего Классного То этот товарищ Уже с окладом В районе там 200-250 плюс бонуса 300 тысяч Да где-то так Это опять же По меркам Москвы По меркам Среднего бизнеса Мы говорим Если мы говорим Про матерых Уже директоров По маркетингу Которые уже много лет Там 5-7 лет По тематике Слушайте Там Блин от миллиона и выше То есть я знаю ребят Которые там Оклады по полтора мульта В месяц Плюс бонусы И на годовой бонус Они себе покупают Бентли Как бы Но это было до всех событий Понятно Сейчас с этим Немножечко грустнее будет Вот Потому что все компании Режут косты Как бы Но вот Такое тоже есть Такое тоже есть Хочется сказать Нормально же общались Вот что сейчас Про миллион Про 300 Это просто факт Как бы да Это просто факт И Мне когда там говорят Что ну вот Типа там в маркетинге Там потолок Там типа 100-200 тысяч Не Вот если вы готовы Брать на себя ответственность Как бы да То можно зарабатывать много Особенно в e-commerce проектах Особенно в финансовом секторе То есть там же с тобой делятся За деньги Которые ты привлек Ну ты когда привлекаешь Несколько там Миллиардов рублей в месяц Ну слушай Отщипнуть тебе там С этого миллион полтора Для бизнеса Это вообще не вопрос Как бы Другие разговоры Совершенно Красивую сейчас перспективу Ты нарисовал Для тех Кто занимается маркетингом Вот для собственников Тяжелые цифры Да Но это До До всех событий Понятно Что сейчас это грустнее Смотрите Для собственников Могу что сказать Вот по моему опыту К сожалению Или к счастью Зарплата никак не сказывается На качестве работ маркетолога Что это значит Объясняю Нередко к нам приходят Мальчики-девочки Там 25 лет Которые прошли Там окончили курсы Там У каких-нибудь гуру маркетинга Там И так далее И так далее И Или у нас тоже там учились И сразу говорят Дайте мне зарплату 150 тысяч Как бы А сами ничего не умеют делать Ну глобально Там только они обучились И все в порядке Как бы Надо показать себя Да там И есть огромное количество Классных специалистов Которые работают Там в полтора раза дешевле Условно говоря Там не из Москвы И совершенно Замечательно Выполняют свою работу То есть вот Мой идеальный портрет Сотрудник отдела маркетинга Уж извините Это ни в коем случае Там не сексизм Как бы Но Это просто моя статистика Это Там Девушка Там лет 32 35 И старше Из регионов С детьми Которая хочет найти Нормальную Стабильную Оплачиваемую работу Не ломать себе голову Да там И вот эти свои 8 часов в день Продавать там За там Условные там 70-80 Там 90 тысяч рублей И максимально быть Привержена своей компании Вот это прямо Самый кайф по мне Ну по моему опыту По крайней мере Хорошо Значит Кого-то напугали Кого-то выдушевили цифрами Значит Что сейчас нужно сделать Собственникам Или тем Кто руководит Целиком компанией Не только отделом маркетинга Нужно проверить себя По чек-листу Который у Андрея В презентации В презентации мы поделимся И можно будет В спокойной обстановке Посмотреть на эти 40-10 пунктов Чтобы ответить Да Я это знаю А вот это Я не знаю Мне над этим нужно подумать И дальше уже В зависимости от ваших ответов Вам нужно подтянуть Ту часть Которая Немножечко хромает Ссылку на курс Андрей оставил В чатике Если вдруг Вы ее не посмотрели Это вот курс Именно для руководителей Ребят Если вы специалист Если вы планируете Сами ручками продвигать Не поможет курс Это именно для руководителей Как бы да Вот именно на верхнем уровне Как это работает Вот Как бы так Ну и дальше уже Я надеюсь Поправится у вас Какая-то ситуация В одной или в другой части Там где было недостаточно Усилий приложено Так хорошо Андрей Есть ссылка на чек-лист Презентации по стратегии Все есть Вот вопрос по сне задали Да Ребят Если что пишите В социальной сети Я растворяюсь Миша уже просто Намекает аккуратно Иди давай Иди отсюда А я все никак упираюсь Вот все Давайте Всем классного дня Классная неделя Давайте Успехов Олеся Все напишу вам сейчас Пока-пока Ребят Хорошо Андрей счастливо Да Спасибо Так друзья Хорошо У меня осталось Примерно полчаса И за эти полчаса Я обещал Порассказывать вам Вот про какую историю Что делать с тем трафиком Который образовался у нас В результате чудесных Совершенно действий Маркетолога Он все правильно сделал Все настроил Все у него работает И вот трафик Полился рекой Что же делать потом Я буду говорить Конечно же На примере Сервиса Bittrex24 CRM системы Но буду говорить Достаточно Общие Понятные вещи Которые реализуются В Фактически Любом бизнесе В чатик тоже Буду подглядывать Да Присоединяюсь К большим Одобрениям И благодарностям Для Андрея Классно всегда Получается И очень Интересный контент Еще раз Поделимся Презентациям И материалами Давайте Начнем с больной Истории Долго на ней Останавливаться Не будем Это сократилось Резко количество Ну как резко Существенно сократилось Количество каналов В которых мы работали К которым мы привыкли И с этим что-нибудь Нужно делать Но фактически Что нам нужно делать Как в любой ситуации Кризисной Мы как бизнес Адаптируемся Ну поэтому мы адаптируемся Под те реалии Под те каналы Которые у нас сейчас есть И в которых присутствуют клиенты Ну а по сути у нас В России Ну достаточно 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 Количество площадок В которых есть Аудитория Большая аудитория И в которых фактически Вы можете эту аудиторию Взять Присутствовать Общаться Ну и не то что вы можете А фактически должны Почему Потому что сейчас бизнес Не компаний Когда компания выбирает Как клиент будет с вами общаться А бизнес клиента Когда клиент выбирает Где ему удобно И там ждет Когда к нему придет бренд Не один То другой бренд Наша задача с вами Как бизнеса Аккумулировать все эти каналы Внутрь своей системы Если мы работаем В социальных сетях Если мы работаем В мессенджерах Если мы где угодно Работаем И в классических И в современных каналах Мы должны сделать так Чтобы все эти Входящие обращения Весь трафик Который был сформирован Сгенерен маркетингом Он у нас остался Внутри CRM системы Я сейчас показывал Скриншот из Bitrix24 Это контакт-центр Когда любой канал Цифровой канал Который доступен у нас Сейчас Подключается к CRM системе И все обращения Которые люди пишут Из контакта Из Телеграма Из мотоклассников В WhatsApp Они автоматически Попадают в CRM систему Менеджер оттуда Отвечает на сообщения И вся коммуникация Остается внутри Остается у вас Ну вот то, что популярное То, что классное И то, что обязательно Подключать к себе Сейчас Вот несколько иконок Текущих Совершенно пожалуйста Если вы не Общаетесь в этих соцсетях В этих каналах То нужно бы Туда посмотреть Теперь, друзья Небольшой вопросик к вам Скажите пожалуйста У нас сейчас Огромное количество Общений идет в чатах Насколько быстро В чатах нужно отвечать Я периодически Такой вопрос задаю Вот в любых единицах Измерения Там В секундах В минутах В часах В чем угодно Напишите в чат Как быстро Нужно ответить Мы сейчас все это смотрим Да, я вижу Разные цифры Вижу прям секунды Вижу минуты До Какого-то количества Да Большое Так, да-да-да Большое спасибо вам За обратную связь Значит смотрите Это Вопрос Который не имеет Правильного ответа Сказать, что Нужно там 15 секунд Это правильно Нельзя Потому что нужно смотреть На вашу отрасль В некоторых отраслях Нужно стремительно отвечать Потому что конкуренция высокая И коллеги ваши По рынку отвечают Достаточно быстро В некоторых отраслях Можно сказать Я оставил сообщение Отвечу на него завтра Так до сих пор бывает Может быть там Со временем уже и не будет Нужно свериться Немножко по часам Но Самое главное Результат этого упражнения В том, что вы Сформулировали Как быстро нужно И сформулировали Это не только для себя Но и для всей своей команды Вы говорите Ребята У нас есть такой стандарт Внутри компании Когда мы отвечаем За 15 секунд Мы отвечаем За 2 минуты Мы за час отвечаем Мы на следующий день Обязаны ответить Поэтому, конечно же Мы это учитываем сами Рассказываем своим коллегам И проверяем CRM-система, кстати Дает возможность Проверять и контролировать Такой параметр Когда мы Замеряем скорость Реакции На входящее обращение Это супер важная история Если для вас Критична скорость ответа Если для вашей отрасли Критична скорость ответа Она влияет На конвертацию трафика Пожалуйста, замеряйте Коллеги в чатике Расскажут Потом будут Зазваниваться Расскажут про механику Если будет интересно Как это делать Внутри CRM-системы Теперь смотрите Если вы B2B-формат Или если вы B2C-формат Когда у вас Не спонтанные покупки А есть некоторый Цикл продажи Вы встречаете клиента Потом вы с ним Разговариваете Потом есть, например Этап выставления Коммерческого предложения Или замер Коммерческое Если мы говорим Про что-то техническое Или строительное В общем, вы ведете Поворонки клиента Это не спонтанная покупка А покупка По нескольким стадиям Цикл принятия решений Может быть от нескольких дней До нескольких месяцев Иногда нескольких лет В крупном B2B Тогда мы, конечно, Должны понимать Какие стадии у нас есть Для этой воронки И как наши менеджеры Ведут по этим стадиям Наших клиентов Значит, тут Очень важный момент Вроде бы все это логично И такое капитанство Я рассказываю, что Ребята, есть стадии И по ним нужно вести Все вроде бы правильное Но Я очень прошу вас Не оставлять Вот эту воронку И эту последовательность На откуп менеджеру Потому что вы берете Человека к себе в компанию Иногда у него Достаточно опыта Он классный И хорошо понимает Как в этой отрасли Нужно выстроить Последовательность действий А иногда Это человек без опыта У него глаза горят Он классный Он хороший Но он не понимает сразу Что нельзя В холодном звонке Входящем Назвать цену клиенту Это неправильно Или нельзя выставить Коммерческое предложение Без встречи Или без замера Без чего-нибудь Поэтому вы Как человек Который лучше знает бизнес Как лучше знает Последовательность этих действий Выстраиваете ее И фиксируете ее Внутри CRM-системы Ну а CRM-система Уже сама регулирует Чтобы человек Шел по этой Нарисованной прямой Кривой Как вы ее нарисовали И не пропускал Необходимые пункты Или Не пропускал Необходимые параметры Например Вы говорите Нельзя выставить коммерческое Без того, чтобы уточнить Какой объем продаж У компании Или еще какую-то Важную информацию Соответственно В этом кейсе Вы Что делаете? Вы можете в воронке Проверить Если не заполнено Необходимое поле Там объем продаж Или отрасль Или еще что-нибудь Нельзя перейти На следующую стадию И вы технически Точно так же Регулируете Прохождение последовательности Это вот момент Если мы работаем В формате Не цикла сделки А в формате Спонтанных покупок Ну вот в таком Варианте То что можно сделать? Можно тоже Повлиять на конверсию И вот здесь Я очень рекомендую Присмотреться К онлайн оплатам Вообще Когда мы Начинаем Коммуникацию с клиентом И заканчиваем Коммуникацию с клиентом В одном канале То конверсия выше Ну Можете по собственному Опыту вспомнить Если вам говорят Вы где-нибудь В интернете Нашли компанию Я хочу отдохнуть За городом Вам говорят Окей Мы сейчас высылаем Вам счет Вы эти реквизиты Вбейте у себя В интернет-банке Потом Отсканируйте Квитанцию В оплате Пришлите ее нам И тогда И вот на этом моменте Вы говорите Ух Если у вас есть альтернатива Пойти в соседний чат И вот там Нажать кнопку Оплатить Тогда это прям Круто работает И здорово Значит Мы проводили опрос Среди клиентов Которые в Витрикс24 Пользуются Этой функции Оплатой Я на всякий случай Я так говорю Понятно Понятно Что такое оплата В чате Друзья Когда ты заходишь В чат Тебе присылают туда ссылку Ты нажимаешь оплатить И там все работает Отлично Значит Мы проводили опрос Среди разных бизнесов И поняли Такие два больших вывода Первый Бизнесы очень разные Это и продажа Моторных лодок И продажа цветов И продажа услуг На которые записываются То есть Очень разные С разными чеками даже То есть У нас была гипотеза Одна из Что это небольшие чеки Чеки там условно До тысячи До двух тысяч рублей Нормально оплачивают А выше нет Нет Совершенно спокойно Оплачивают и большие чеки Значит Это первый вывод Второй вывод Клиенты Которые пользуются Этой функцией Не воспринимают ее Как вау Самолет Что ух ты как здорово Вы очень технологичные Нет Они воспринимают ее Как должное Они говорят Так и должно быть Это удобно Так должно быть В вашем бизнесе То есть Это такой must have По сути получается У вас должна быть Такая возможность И третий момент Который вытекает Из этой оплаты Если у вас услуги И особенно услуги Которые Запись на какое-нибудь время Попробуйте брать онлайн Хотя бы предоплату Это сильно повышает Конверсию В доходимость Если у вас Десять человек Записалось на время В обычной жизни У вас дошло Семь человек То если вы взяли В предоплату Без разницы сколько Там сто рублей Двести Пятьсот Тысяча В зависимости от Стоимости услуги Конечной Люди С большей вероятностью Придут к вам Поэтому подключайте Это достаточно просто сделать Мы максимально Внутри Битрикс24 Упростили Как это Подключить Как это сделать Технически Это работает Следующим образом Вы внутри CRM-системы Отправляете ссылку Клиент 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 С помощью Клиент С помощью И не только С помощью Ватсап Отправить Если мы Знаем Что у клиента Есть Ватсап Технически Это можно проверить Мы туда Отправим Если не знаем То отправим Смс Ну и пожалуйста Человек Переходит по этой ссылке Оплачивает Все случается Здорово Очень рекомендую Друзья Если у вас Так Можно сделать Если клиент Готов платить А как проверить Готов не готов Платить Надо попробовать Вот. Тогда, используя такую функцию, вы сразу же мгновенно видите приход средств на счет и отгружаете дальше. Если у вас не услуга, а товар, физический товар, то в регионах присутствия Яндекс.Го вы можете подключить еще и курьерскую доставку. Можно сделать доставку? Да, конечно. Это автоматический расчет. Там, правда, нюанс, который нужно учитывать. Расчет идет моментально на текущее время. То есть, если клиент просит вас доставить товар вечером, а вы проверяете это днем в 2 часа, то стоимость и время поездки, они будут отличаться. Нужно это иметь в виду, что вечером пробка и ехать будет подольше. И накинуть, например, какую-то сумму. Подключайте, даже если своей курьерской доставки нет, то можно пользоваться вот такой готовой интеграцией. Так, теперь ушли от разделения на цикл сделки длинной и спонтанной покупки и говорим про аудиторию групп и социальных сетей, в которых мы работаем. Значит, можем ли мы там не работать? Ну, нет, не можем себе позволить больше. Это мы вначале проговорили. Но как мы должны там работать и как мы должны относиться к этой аудитории групп и социальных сетей и каналов различных? У меня есть такая теория, что фактически, вот здесь нарисовано, аудитория групп – это не ваша клиентская база. Вы ее берете как будто в аренду. Я сравниваю это с телевидением или со средствами массовой информации. Когда вы купили доступ к аудитории за какую-то цену, вышли к ней, разговариваете с ней, но вы не знаете про аудиторию особенно ничего. Она как-то описана. Она описана регионом или примерным соцдемом приблизительным. Второе, у вас есть достаточно скудные инструменты взаимодействия. Вы только то, что позволяет вам площадка, можете там сделать. Ну и третье, если вдруг эта площадка, ну вот как мы видели, закрывается, или если вы теряете аккаунт, если люди уходят просто из вашей группы, то вы никаким образом дальше проконтактировать с ними не можете. Вы взяли в аренду аудиторию, и то, что вы смогли, условно говоря, выжить, простите за терминологию, то вы получили. Но дальше вы с ней никак не взаимодействуете. Вы не очень понимаете, на какие группы по степени прогретости распределена ваша аудитория внутри социальной сети или канала. Они текущие клиенты, то есть вам, наверное, по-другому немножко с ними нужно общаться. Они теплые, они вот сейчас собираются принять решение, покупать у вас или нет. Опять же, это другой цикл, да, и другие сообщения, другая коммуникация. Или они холодные, потенциальные, просто зашли им теоретически интересные лодки к сезону рыболовному, и они к вам присматриваются. Кто вы такие, что вы, им по-другому нужно с ними разговаривать. Вы с ними разговариваете одинаково, поскольку это вся аудитория ваша, и вы одно и то же сообщение отправляете на три разные аудитории, конечно, так хуже работает. Ну и вот универсальный контент, который находится в группах или в каналах, этим он отличается от персональной коммуникации, этим он плох. Значит, когда мы говорим, аудитория есть у нас в базе, в социальной сети, мы не управляем коммуникацией. Вот тоже есть у меня такой тезис, что клиент готов к действию, к покупке, но нам нужно первым осуществить такую инициативную коммуникацию, не дождаться, когда он к нам придет и скажет, слушайте, я готов купить, отгрузите, пожалуйста. Это, конечно, классно, но таких клиентов недостаточно нам обычно. Нам нужно взять инициативу на себя и инициировать коммуникацию с ним в какой-то момент. Если мы видим, что он по действиям клиента готов совершить покупку, попал в нашу воронку в самое начало, мы должны прийти к нему в нужное время, поговорить с ним, не забыть вернуться через 3-4 дня, то есть не оставлять инициативу на стороне клиента. Поэтому вот к чему я все это говорю, что нужно ли быть на площадках социальных? Конечно, нужно. Что нужно делать? Нужно делать все для того, чтобы у вас появились данные этих клиентов, и вы могли с ними в дальнейшем общаться. Как мы можем общаться? Что у нас теперь есть из каналов коммуникации? Железное, которое в одну сторону не двигается. Номер телефона, электронная почта. Вот мы можем делать рассылки всегда, мы можем позвонить или отправить смс-ку всегда. И это должен быть такой железный резервный канал для коммуникации у нас с вами. Нам нужны эти данные, поэтому мы направляем трафик на посадочные страницы. Там и объяснить проще. Информацию можно дать более расширенную, нежели в социальных сетях. По-разному обработать. И разделить трафик, соответственно. Это для теплых, это для холодных, это для постоянных. Мы переводим клиентов сразу же с этих посадочных страниц в CRM-систему. В этом прелесть. Там есть готовая интеграция. Мы сразу же положили туда чат, обратный звонок и другие инструменты коммуникации. И все это записали в CRM-систему. То есть люди уже остались у нас. Вот он, онлайн-чат, обратный звонок. Там тоже есть небольшой лайфхак. Если у вас есть система чата на самом сайте, лучше предложите переписываться через какой-то готовый канал. Например, через ВКонтакте или через WhatsApp. Почему? Потому что если вы просто вывесили на сайте чатик, человек написал, но вы не успели ему ответить за 15 секунд, 30 минут, 4-5, он ушел со страницы, вы его потеряли. А вот если он написал вам привет в WhatsApp или ВКонтакте, то вы в любой момент можете ему ответить. Так, идем немножко дальше. Что там еще есть? Есть CRM-формы. Это формы захвата различные. Они тоже работают, все окей с ними. Можно и нужно иметь дело. Если у вас есть интеграция, у нас есть интеграция с ВКонтакте, если у вас есть там группа, скорее всего, есть, то можно сразу же интегрироваться с заявками ВК. Что это такое? Это преднастроенные, предзаполненные данные. Соцсеть уже их проверила, и почту электронную, и мобильный телефон, они проверены и подставляют сразу. Это уберегает нас от ошибок со стороны пользователя. Он с телефона набирает, не очень удобно все это делать. Либо упрощает ему жизнь. И то, и другое нам выгодно. Мы получаем проверенные, верифицированные данные. Пользуйтесь. Как мы сохраняем клиентов? Значит, ну, естественно, тезис про то, что работать со старой аудиторией выгоднее, лучше, чем привлекать новую. Тезис старый. Мы к нему регулярно возвращаемся, но теперь, видимо, такое новое рождение этого тезиса. Мы говорим, ребята, мы собрали аудиторию. У нас этой аудитории достаточно много. Но почему-то мы за нее заплатив тоже достаточно много, в дальнейшем никак не взаимодействуем с ней. Друзья, скажите, пожалуйста, если у вас внутри отдельные программы работы с текущей аудиторией. То есть вот есть план на привлечение клиентов, а есть ли у вас план на продажи с существующим клиентом. То есть отдельные рекламные компании, акционные активности или другие маркетинговые активности, которые существуют и работают внутри. Так, вижу вопрос про запись. Пока вы реагируете, запись будет. Мы пришлем на почту по тем же самым ссылочкам на ту же самую почту, на которую вы регистрировались на вебинар. Так, вижу обратную связь. Спасибо большое, что нет отдельных компаний. Или вы прямо сейчас настраиваете. Хорошо, там, те, кто не успел написать, можно вслух себе или на бумажку или как-то в голове ответить на этот вопрос. Большей частью вы отвечаете нет. Вот я вижу ответы, что и да, есть, и то, что нет отдельных активностей. Друзья, настоятельно вам рекомендую, прям очень сильно рекомендую работать с существующей аудиторией. Повторюсь, вы за нее заплатили, вы ее уже профильтровали. То есть это та аудитория, которая должна быть у вас. То есть она подходит вам, она потенциально ваша. Вы проверили, нужные вопросы ей задали. Поэтому работайте с ней в дальнейшем. Что такое вообще работа с существующей аудиторией? Это CRM-маркетинг. И мы про это, по сути, поговорим. Что такое CRM-маркетинг? Это маркетинг, то есть взаимодействие с вашей аудиторией на основе того опыта, который у вас уже был. Вы поговорили с человеком, выяснили, что он представитель какой-то компании, и у него есть некоторые признаки. Эти признаки мы, как маркетологи, заранее определяем. Что это может быть? Это может быть географический признак. Давайте самое простое. Если мы привязаны к географии, мы говорим, этот человек из Питера, этот из Самары. Нам их нужно разделить. Вот они, два разных человека. У нас для них разные сообщения. Второй момент. Нужно ли нам делить их по полу? Ну, предположим, нужно. Мы к гендерным праздникам будем разные сообщения отправлять. Одно мужчинам, второе женщинам. Нужно ли нам разделить их по какому-то еще критерию? Допустим, мы работаем не с бизнесом, мы работаем с физическими лицами, продаем корма для животных. Нам нужно понимать, что какое животное у человека? Собака, кошка, хорек? Что ему предлагать? Скорее всего, да. И вот такие признаки, которые важны нам, которые потом определяют, какое предложение мы сделаем человеку или компании, мы заранее формулируем себя, как маркетологи. Тут хочу вас немножко предостеречь, потому что есть риск, опасность, когда маркетологи садятся писать такие списки, они большие получаются. И у нас получается 20 свойств. Нам нужно знать для того, чтобы потом сегментировать аудиторию. Это здорово, но мы их не заполним, потому что заполнять их будет менеджер, который общается с этим человеком чаще всего. Что-то мы можем автоматически заполнить, и так и нужно делать. Но в основном это заполняется руками. И вот если менеджеру нужно руками заполнить 20 свойств, то, поверьте, там будет либо неправда, он там прощелкает галочками все что угодно, либо это останется незаполненным. Поэтому выделяем самые важные для нас, самые критичные, которые нам нужны. И вот с ними уже идем, ставим их обязательными полями, или просто ставим полями их в CRM-системе, чтобы их заполнять. Как мы можем сегментировать клиентскую аудиторию? Мы их называем статическим и динамическим признакам. Статические признаки, вот то, что мы сейчас с вами проговорили. Есть кошка, есть пятеро детей в семье, человек живет в Саратове, или человек живет на Дальнем Востоке. И мы что говорим? По этим признакам можно поделить. Какие еще признаки есть? Мы говорим, есть признаки, например, покупки. Они динамические. Люди, которые совершали у нас покупку в течение прошедших трех-пяти месяцев. Это динамический признак. Почему? Потому что он все время меняется. Я сегодня и завтра буду формировать сегмент, и у меня разное количество аудитории войдет в этот сегмент. То есть они динамически изменяемые. Можно сочетать все в Петербурге, кто совершил покупку в последние два месяца. Отлично, я сочетал два сегмента, и система сразу покажет мне, что в этом сегменте, который мы нафантазировали, всего пять человек. Ну, значит, не нужно такой сегмент выбирать, нужно пошире взять. И вот так вы можете формировать сегмент и приходить к нему разными каналами. Можно через e-mail, можно через мессенджер, через SMS, через голосовые обзвоны даже, если для вас это актуально. Тут, конечно, ориентируйтесь на здравый смысл. Здравствуйте, вам звонит стоматология, у нас для вас суперпредложение. Человек кладет трубку, скорее всего. Поэтому смотрите, заходят ли такие голосовые обзвоны, может быть, не нужно так делать. Отдельный инструмент называется генератор продаж. Он по тому же принципу работает, но смысл его в том, что он формирует аудиторию для работы персональной менеджера. Мы сформировали сегмент аудитории и говорим, вот тебе, дорогой человек, клиенты потенциальные, с которыми нужно поработать в течение ближайших двух-трех дней. Пожалуйста, обзвони их, поговори с ним голосом. Вот все, кто у нас в нашем агентстве праздников в прошлом году устраивал себе день рождения. У них через два месяца праздник или через месяц праздник. Пожалуйста, со всеми поговори, чтобы они снова к нам пришли. Мы сформировали сегмент, отправили его менеджеру, он это прозвонил. Теперь про рекламу. У нас сейчас реклама все дороже и дороже, аукционы ВКонтакте перегреты, не очень понятно, что же из этого эффективно и как это получается. И нам постоянно, а теперь еще больше, нужно отвечать на вопрос, какая реклама работает, то есть какой канал эффективен, какая рекламная компания эффективна. И на это нельзя ответить только цифрой стоимости лида. То есть мы, как маркетологи, чаще всего знаем, сколько нам стоит заявка. Это хорошо, но это недостаточно. Соответственно, если мы будем знать, сколько нам стоит продажа, а не лид, то у нас будет намного больше информации о том, какой канал нам оставить, какой выбрать, какой в нашем случае работает. Потому что мы можем получить из условного телеграма 30 заявок, и будет 2 продажи, а мы можем получить из условного контакта 50 заявок, и будет 1 продажа. Вот мы совершаем вывод, ну, на 1-2 не совершаем, конечно, вывод, да, там невалидная выборка, но мы можем сравнить те самые цифры уже не входящих заявок, потому что вроде бы нужно в контакт идти, но нет, он не такой приоритетный, продаж там меньше. Вот эта сквозная аналитика тоже CRM-система дает такую возможность. Ну, и одна из моих любимых историй про автоматизацию, если вы внедряете CRM-систему, любую систему, IT-систему, пожалуйста, думайте про автоматизацию, там заложено огромное количество возможностей и сценариев для упрощения жизни вас и ваших сотрудников. Вообще, когда внедряется в том числе и CRM-система, есть внутри такое сопротивление. Вы его, если проходили этот этап, чувствовали, то сотрудники скрипят и говорят, эх, не очень бы нам хотелось заново осваивать какие-то новые инструменты. Это естественно и логично, вы людям немножко усложняете жизнь, вы им добавляете новую систему, ее нужно осваивать. Это потом им станет попроще, но прямо сейчас они сопротивляются. Поэтому дайте максимально пользы сейчас. Вы говорите, смотрите, мы внедряем сейчас CRM-систему, что она будет делать и объясняйте, что она делает. И нужно объяснить это не с точки зрения выгоды для бизнеса, она обычно понятна. Мы будем контролировать, будем считать, будем оптимизировать, а с точки зрения самого сотрудника. Вот мы сейчас настроим так, что повторные продажи и система будет подсказывать тебе делать. И у тебя вырастут повторные продажи, личная твоя эффективность. Мы тебе сделаем напоминание, чтобы ты не пропускал отправку коммерческую или чтобы ты всегда перезванивал вовремя. Это, мне кажется, такая суперсила у человека, когда он пообещал перезвонить в 2 и перезвонил в 2. То есть я сразу же, когда я говорю перезвонить мне завтра в 2 и мне в 2 перезванивают, я думаю, точно есть CRM-система, по-другому не бывает вообще. И это приятно, потому что в другое время я звонок принять не могу. И мы таких возможностей набираем для сотрудников, что они не будут делать с новой системой. Например, мы можем им поставить, вот на слайде написано про роботов, мы можем поставить автоматическую отправку сервисных сообщений. Ваш товар приехал в пункт выдачи, мы получили вашу оплату, спасибо, ждем от вас список рекламных каналов для того, чтобы рассмотреть, что мы это можем автоматизировать. Человеку самому не нужно будет звонить и говорить, здравствуйте, машинка готова, заберите, пожалуйста. Мы отправим сразу же сообщение. Это ему не нужно будет делать. А можем вообще за него документы сформировать. Не знаю ни одного менеджера по продажам, который любит договоры прописывать. Поэтому можно сделать это по одному клику прямо в CRM-системе. Сформировать договор, он нажимает сформировать, ему там через несколько секунд выдается готовый документ. Отправить в PDF клиенту? Отправить. Отправляет. То есть мы максимально ищем возможности для того, чтобы упростить жизнь наших сотрудников. Поэтому снижаем сопротивление. А будет ли оно? Ну, конечно, будет, но мы его минимизируем. Вот как раз роботы для связи с клиентами. Можно отправить сообщение, письмо или там информационный звонок, даже если мы считаем, что это окей. Можем для продавцов тоже много-много всего сделать. И не только автоматически, но и руками. Вот вроде бы тут есть такой пункт прослушивать и записи разговоров. Когда мы говорим об этом со сотрудниками, там сразу же напряжение на том конце. Что сейчас меня будут слушать и скорее всего найдут, в чем я там не прав и за это осуществят мне какие-то неприятные действия. Но на самом деле мы слушаем для того, чтобы стать лучше. Вот если говорить... Это, конечно, все тонкие очень материи, и это очень зависит от реакции, да, как я послушаю, как руководитель, что я потом скажу. Но на самом деле мы когда видим, что человек не умеет работать с возражениями, мы вместо того, чтобы дать ему по шапке за это, мы бы дадим ему несколько скриптов и скажем, смотри, вот здесь ты там сдался сразу же. Почему? Потому что у тебя не было готовых фраз. Вот давай я тебе дам там два-три варианта ответа, как реагировать на эти сообщения. И если по-доброму все это осуществлять и делать, то человек становится лучше в обработке возражений. И у него и конверсия общая лучше. Поэтому тут мы тоже помогаем, а не надзираем. Такой ненадзорный орган, а помощь есть. Значит, про аналитику, наверное, долго не буду. Есть большая расширенная аналитика внутри Bittrex 24. Мы смотрим продажи в разном формате и маркетинг, и про сквозную аналитику я уже сказал. И отдельный слайд вот есть у меня здесь про повторные продажи. Друзья, вот тут есть такие пугалки, что у вас не будет, если у вас нет повторных продаж или нет системной работы с повторными продажами. Это особенно актуально, если продажи у вас так называемые регулярные или циклические. Если вы продаете договорное обслуживание, которое нужно продлять каждый год. Если у вас страховка, если у вас, не знаю, техническое обслуживание, какое-то регламентное, все что угодно, что нужно делать регулярно. Даже если вы занимаетесь медициной, там, не знаю, регулярный чекап или регулярная сдача каких-то базовых анализов, должна быть. Но если мне об этом никто не скажет и не напомнит, я сам соберусь через три года, потому что мне, ну, пока вроде не болит, все окей. Но если мне будут регулярно напоминать об этом, а напоминать через CRM-систему, менеджер тоже не вспомнит, то, пожалуйста, вот эти циклические продажи можно, конечно, сильно вытащить. И тут поговорите с партнерами, партнеры придут к вам после вебинара спросить, как дела с контентом, что подошло и есть ли вопросы по Bitrix24, поговорите с ним, как можно автоматизировать эту часть и увеличить, существенно часто увеличить повторные продажи. Детально останавливаться не буду, потому что тема большая и красивая. Внутри Bitrix24 огромное количество функций, там прям много-много функционала, которым можно пользоваться, но так бывает, что ваш сценарий уникальный или не очень массовый, скажем так, достаточно редкий. Поэтому наши партнеры на разных внедрениях видят разные сценарии и говорят, смотрите, в Bitrix24 вот такого сценария нет, но мы его добавили. У нас есть магазин приложений Bitrix24 Market и в нем больше полутора тысяч разных приложений, которые делают разные функции. Иногда это интеграции с сервисами не очень популярными, не очень массовыми, но нужными вам в конкретном решении, в конкретном внедрении. Иногда это функции, которые что-то дополняют, доделывают или показывают отраслевой сценарий. Ну, в общем, там много всего, что может помочь, если сразу не нашли у нас, попросите партнеров посмотреть там, ну или сами посмотрите. Bitrix24 в разных тарифах есть, это облачные тарифы, я там останавливаться не буду, будут ссылки, можно посмотреть, будет начать, можно даже с базового, ну и там двигаться дальше, все это очень доступно, а самое главное, очень здорово структурирует то, что есть у вас внутри компании. Вообще Bitrix24 занимается организацией работы целиком всей компании, вот мы про это сегодня совсем не говорили, это организация совместной работы и работы по целям, по задачам, а мы говорили сегодня про CRM, сайты и магазины, немножко коснулись конструктора, и автоматизацию, вот три блока, про которые мы сегодня быстренько поговорили. Так, у меня, друзья, по слайдам все, я сейчас подсмотрю в чат, есть ли какие-то вопросы. Так, вот про сквозную аналитику детально, значит, сквозная аналитика у нас есть в базовом формате, нужно с клиентами, с партнерами нашими поговорить, насколько она вас устроит, насколько те данные, которые есть у нас по умолчанию и подключаются достаточно просто, будут для вас достаточными. Иногда нужно расширенную аналитику делать, это партнеры могут делать либо самостоятельно, там, пробрасывать UTM-ы и через них разводить дальше. Либо можно подключить сервис сквозной аналитики детализированный. Иногда есть такие сценарии, когда нужно специально отдельный сервис подключить, он через интеграции есть. Так, смотрю, что про сопротивление вижу. Так, ну хорошо, если есть еще вопросы, друзья, то бросайте их в чат. Если нет, то я буду сейчас резюмировать, про что мы сегодня поговорили. У нас сегодня вебинар, мы как раз вот в тайминг укладываемся, и мы в первой части проговорили, как системно построить работу маркетинга у себя в компании. Нарисовали пирамиду, от верхнего уровня вниз мы спускаемся, можно будет по слайдам у Андрея Гаврикова посмотреть еще раз, как есть, и ответить на вопросы, которые Андрей давал. Когда маркетинг построен, результат маркетинга, лиды, которые они передают, ну, либо сами закрывают, если, скажем, это интернет-магазин, либо передают в продаже. И вот здесь мы, конечно, говорим, что в продаже нужно передать все, что есть, никак не потерять, обработать их корректно, правильно, и потом получить с этого первый эффект, когда мы сразу обработали. И важно второй эффект, когда мы работаем с базой постоянной. Вижу, что вы писали, у многих нет такого процесса, работы с существующей базой, пожалуйста, организуйте его, это те клиенты, которые всегда с вами, у вас есть их контакты, и вы в любой момент, даже при отсутствии всех рекламных каналов, вдруг все закрылось, можете с ними взаимодействовать дальше и можете там строить продажи, прям отдельный план продаж по существующим клиентам можно построить. Про путь клиента Людмила просит немножко рассказать, но вот путь клиента есть с точки зрения маркетинга, кастомер Джонни Мэп, как он выбирает товар, как он определяет, что вы молодцы, как он сравнивает, как он потом совершает эту покупку. Есть с точки зрения CRM-системы, как мы ведем его потом к этой покупке. И то, и другое по идее нужно прописывать, то есть одно делает маркетолог, второе делает специалист, по настройке самой CRM-системы, это ближе к продажам, но они в какой-то момент пересекаются, то есть путь клиента начинается из рекламных каналов, клиент узнает о нас каким-то образом и потом плавно перетекает в продажи, когда мы ведем его уже по воронке продаж, вот такая воронка в начале, путь и воронка в конце. Они настраиваются, могут в одной системе, могут настраиваться в разных, тут уже лучше поговорить. Значит, завершаясь, друзья, после вебинара, я надеюсь, что он был полезный для вас и полезные моменты вы себе там выписали, зафиксируете и что-то с ними сделаете, то есть не останетесь в том же самом состоянии, останете лучше, быстрее и дальше. Вы получите звонок от наших партнеров, которые сегодня отвечали на ваши вопросы в чате и коллеги спросят, была ли ценная информация, осталась ли она у вас, нужна ли вам какая-то помощь с тем, чтобы расшифровать, как Bittrex24 может помочь вашему бизнесу. А вариантов там много, я сегодня про всех, конечно же, не говорил. Помучайте, пожалуйста, ребят, про автоматизацию. Вот прям спросите их, смотрите, вот такой у меня бизнес, что можно автоматизировать, где можно стать лучше, проще, быстрее, дешевле в покупке, да, или в конверсии. Удачи, друзья, хороших маркетинговых концепций, стратегий и тактик и хороших продаж. Спасибо большое, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok